Всем привет, мастерская основная компания, я Вячеслав приветствую вас. Сегодня у нас в обзоре будет модель S3, так называемый якутский нож. Сначала покажу стандартную нашу модель. Вот это идет стандартная наша модель. Когда-то сделали этот нож, первый нож, и сейчас изготавливаем по, ну первый нож сделали по заказу одного друга, охотника из Устилимска. Он прислал размеры, форму, все вот это вот, я уже это говорил. И мы сделали по этим размерам нож ему, ну и я начал такие же ножи делать, изготавливать в своей новой мастерской. Это один из первых вариантов, один из первых ножей, из первых пять ножей был S1, S2, S3, S4, S5, вот это S3 были сертифицированы. Так что, давненько их не показывал, ну так, скажем так, давненько не заказывали, давненько не показывали, нет, заказывали. Ну их вообще здесь изготовлено вот таких восемь штук на заказ, но я все не буду показывать, они примерно, видите, одинаковые, завеха все. Так что смысл показывать все. И вижу, перевод времени, длина клинка 140 миллиметров, ширина в наибольшей части клинка 26 миллиметров, длина рукояти 140 миллиметров поверху. Толщина 4 миллиметра, толщина рукояти в средней части 20 миллиметров, 20,5 миллиметров, ширина в средней части 3 миллиметра, ну вот тут вот 30 миллиметров, то есть 29,5 миллиметра, середина 33 миллиметра, здесь 35,8 миллиметров, вот. Ну, толщина тоже так же примерно 18,3, 23, 22,2, такие вот ножи, идет еще темляк с ними, такие вот ножни, идут с ножом. Здесь сталь М390, рукоять Кап Ореха, здесь то же самое, ну и еще 6 штук таких, буду все показывать, буду пройти время. Далее уже измененные, увеличенные, ну и сейчас сами все увидите. Далее идут вот такие вот, НС-3, якутский нож, так называемый, в нашем опять исполнении, в нашем видении, тому человеку не понравилось в нашем видении, то, что мы сказали, я вчера про НР-40 сказал, объясняю, то, что у каждого свое понятие, то есть НР-40 должен быть НР-40, финка НКВД должна быть финка НКВД, вот, ну все делают финки НКВД, все делают НР-40, все делают чайки, все делают якутские ножи, каждый делает по-своему. Поэтому я сразу ограничиваю, ну, как сказать, предупреждаю, что, ну, на тот случай, что у кого-то появится, я же вам якута заказал настоящего, а вы мне сделали, там, по-своему его, и филитка, так же НКВД, финку, так же и все, и я поэтому сразу говорю, что это в нашем, ну, в нашем исполнении, в нашем видении этого ножа. Поэтому делать копии мы не делаем, это, я думаю, неблагодарное дело, все-таки должен быть оригинал, копия, копия есть копия, зачем она нужна, лучше, наверное, взять, там, улучшенный сегмент, который более красивый, потому что все эти оригинальные ножи, которые на самом деле оригинальные, ну, если бы их сейчас такие делать, и не было бы, там, мифов об этом, или какой-то истории об этом ноже, но никто бы их не покупал, в том качестве, в котором они оригиналы взяли, поэтому мы, как бы, так скажем, ну, мы так думаем, я так думаю, мы улучшаем качество этого ножа, ну, и внешне, и все, стараемся улучшить, ну, не знаю, как у нас это получается, это уже вам судить, здесь в ЖХ-12МФ, накованное вот оставили, дол, прокованный, здесь, как сказать, больстера нету, здесь вот мельхиорового больстера нету, подгонка, вот такого вот больстера-то нету тут уже, здесь дерево на больстере, и вставка из микарты, дерево кап-ильма, нечасто мы используем такое, редкое дерево, честно говоря, был заказан кап-береза, но кап-береза его непросто найти, с ним не любят работать, мне предлагали, ну, так вот, кап-березу, даже на халяву, я звонил, спрашивал, кто стабилизирует, сушить его, не хотят работать с капом-березы, потому что дерево, очень материал нестабильный, его даже после сушки ведет, поэтому кап-березу мы не сделали, сделали кап-ильма, хотя, честно сказать, если бы сказать, что кап-береза, и, наверное, поверили, что кап-береза, потому что очень близко по текстуре, по цвету, по всему очень близко. Так, размеры, размеры, здесь уже увеличенные размеры, 153 клинка, ширина клинка где-то 29, ну, почти 130, 29,5 миллиметров в самом широком месте, толщина клинка 5,2 миллиметра, длина рукояти, здесь 155 миллиметров поверху, ну, этот уже более мощный, более тяжелый нож, вот еще такой, потом взвесим их, вот еще такой же нож, тоже с теми же, а, нет, материалы, уже кап-орех, корень ореха, корень ореха, здесь материал корень ореха, такой уже темный, довольно-таки, все остальное примерно так же все сделано, тоже тут орех, здесь микарта, размеры все те же, сейчас мы возьмем весы, и завесим на весах, какой, ну, этот, конечно же, вот оригинал, ну, как вот оригинал, наш оригинал, 133 грамма весит, плюс, если в ножнах, 234 грамма весит, в ножнах 133, вот сейчас вот, сейчас 132, ну, китайские весы, ну, короче, 130 грамм, это весит, оп, прыгает какой, гаджи, и прыгает, так, далее, давайте вот этот нож завесим, взвесим, 179, 179 грамм, так, с ильмом, 197 грамм, ну, я даю вот этот вот, чуть-чуть побольше, 197, 179, 19 грамм, 19 грамм, это, наверное, на стабилизацию, здесь, ну, и на вес дерева, то есть, вот это вот, потяжелее видать дерево, может быть, и клиночек, клинки, в принципе, по длине одинаковые, по ширине тоже одинаковые, по толщине тоже, ну, одинаковые, они вместе все, оба вместе ковались, вместе шлифовались, то есть, они шлифары, и все, все их, вроде бы, нормально, узнаем, узнаем, сейчас, ну, иногда жалуются на заточку у нас, но я, Даня, почти поздно, я, практически, перед отъездом, ну, иногда тороплюсь, не все проверяю, но иногда проверяю, а не все, вот, ну, по крайней мере, вот это вот не А4, это чек с почты, то есть, не знаю, конечно, мы не затачиваем на таких, не вручную затачиваем, на гриндере затачиваем, потому что вручную, опять же, я не знаю, надо мастера где-то найти, надо ему место, приготовить, надо ему станок купить, но пока это самое главное, самое главное у человека надо найти, пока такой человек не попадал со мной, здесь, у нас, поэтому, ну, так, для рабочего ножа, в принципе, все заточено, а, ножны, для этого ножа, ножны, кстати, вот такие вот, кожаные, вес ножен, эти побольше ножен, ой, 144 грамма, вот эти ножны, но они побольше, кожи, и 102 грамма, вот эти ножны, то есть, такая разница, вот так вот, в этих ножнах будет смотреться, нож, ну, плотно сидит, вроде нормальная, вот, такие вот у нас, ножи сегодня были, в обзоре, да, вчера показал, у нас 40, так называемый, у нас 40, и сегодня один еще доработали, вот еще одно, еще одно оформление, третье оформление, то есть, можно много чего, уже на заказ взял, но я его не буду весь показывать, то, что вчера, кто не видел, НР-40, вы можете вчерашнее видео посмотреть, тут такая вот надпись, в принципе, у этого добавлена, больше ничего не изменено, вот, ну, вот, ну, давайте уже объясним, почему там, там, был, отзыв, как, не отзыв, ну, написано в комментариях, там, назовите нож, не НР-40, а наше видение, ну, он изготовлен, я ему там ответил, он изготовлен, по размерам, и по форме полностью, НР-40, изменены, вот, ну, конечно, вот эти вот, то есть, добавлены, более, более сделаны красивые, более презентабельные, металлические части, более качественно собранные, более качественная, шлифовка ножа, то есть, вот, ну, примерно, а так все, все сделано, по тем, скижам, поэтому, поэтому я и называю, на 40 в нашем видении, много же художников, кто-то рисует, в своем видении, вот, да, что-то я еще хотел, что-то я еще хотел, что я еще хотел, не помню, что-то передумал, а, вот я сейчас, помню, не забываю, про лотерею, лотерея, скоро уже будет разыграна, 7 июня, будет разыграна лотерея, вот один из лотов, лотерея, нож, кто не смотрел, кто первый раз слышит об этом, нож финский, стали М390, карельская, береза стабилизированная, формованные ножны, это один из лотов, будет разыгрываться два лота, второй лот, кто не смотрел, видео про, объявление о лотереи, и интересно, какой второй лот будет разыгрываться, он не менее, худший, даже может быть и лучше, для кого-то, не знаю, наверное, может быть даже лучше, те могут посмотреть видео, по ссылке, ссылка будет внизу, под этим видео, так что участвуйте в лотереи, вся информация на видео, по ссылке внизу, всем удачи, всем здоровья, ставьте лайки, смотрите наш канал, ну, а мы будем работать, все, до новых встреч, в следующем году, пока.